Корчужи говорят, что заканчивается посадка в Новосибирск. А я все еще иду. Надеюсь, подождут. Ну что, готовы к вылету. Супер крутая тема, гораздо круче, чем бизнес-класс. И это когда сидение рядом свободное и можно спокойно поспать. Мне впереди 4 часа лета, так что я постараюсь проспать. Ну вот, как я говорил, можно поспать. Короче, позвонили ребят, сказали, что они меня ждут где-то тут. Какой-то Lexus белый. Так, Новосибирск, Новосибирск. Так, с февраля я не был здесь. А что мне сообщил Форс Кверд? А где же, где же этот, а вот машина стоит. Привет, привет. Я тут блог снимаю, как у вас дела? Хорошо, вот мы сейчас куда поедем. Мы поедем в Новокузинск. Давай. Давай, спасибо большое. Филипп, а мы через Новосибирь. Как хочешь. Не, просто там надо купить этих беляшиков горячих. А может лучше в Игорской кухне покушать? Ты сравниваешь беляшики с какой-то там... Ладно, где хочешь ехать. Я сзади сзади. Беляшики, это первая вообще мысль, которая меня отвлекает, когда разговор идет про Новосибирск. Потому что это лучшие... Вы понимаете, о каких беляшках я говорю? Ну что же. Мы сами-то не местные. Ну, не местные. Короче, есть такая сеть. Называется горячие беляшки. Они, конечно, безумно вредные. Но они вот в моем представлении того правильного вкуса из детства, тех беляшей, которые мне лично запрещали покупать у родителей за 10 копеек или за сколько они там... Помните, не помните? Не знаю, точнее, может быть, у вас их как-то было иначе. Их еще заворачивали в такую бумагу. Жирные такие, короче... Сочные. Сочные, жирные, непонятно с чем. Внутри беляши. Еще на улице продавали в таких дорогах. Итак, идем мы к беляшкам. Здрасте. Говорят, у вас самые прекрасные беляши во всей стране. Лучшие. Можно нам... Так, ну я буду парочку. Я один. А? Четыре у тебя возьмем. Абапитер. Четыре беляшка можно нам? Ха? Ну, конечно, мы приехали из Питера. Ради этого его подождем быть. Короче, небольшой у нас пикничок тут в центре Новосива. Я даже не знаю. Это даже не то, что эконом обед. Это... Кофе дороже, чем то, что мы... Мы обедаем. Вкус мне очень нравится. Ребят заставил. Им пришлось тоже есть. Да, я тут кофе еще пролил. Случайно. Не хотел. Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется борьбаться в городок. На нашу улицу ты дома. Где все просто и знакомо на денек. Вот, короче, в Новокузнец въехали. Главная дорога. Центр. Центральный район. Пешенебельный ресторан. Все как надо. Бутики и бутики. Где-то больницы здесь. Где-то бутики. Главное. Университет. Вот он. Вот он. Университет. Это Хогла. Есть. Как выяснилось, для того, чтобы в Кузе быть крутым, надо какую там одежду носить? Борнер. Богнер. Богнер. На Богнере надо быть. Надо быть на Богнере. А мы что-то сложили. Ну, по крайней мере, я уж точно. Вы не знаю. У меня, может, у нас трусы Богнерские. Нет. У меня вообще ничего нет Богнерского. Кепку. Попросили, чтобы тебе кепку подарили. Кепку можно, да? Да. Чтобы подарили тебе пацаны кепку. И причем сразу же видно все. И как бы вопрос. Кепка это круто. Такую музыку слушают здесь. Ребята. Бандиты. Лица, что даже не видно было. Главное. На Богнере, которые. Да. Мы-то нет. Так, в царскую охоту едем. Охотится сейчас. Приходится. А, она в сосновке какой-то, да? Да. 10 минут ехать. Короче, мы приехали в царскую охоту. Сейчас будем драться. А вот там уже люди организовали. Встречают уже тебя. Да. Даже не знаем, идти туда или нет. Блин. Тут вообще полная такая штука. Интересно, она вся. Понятно, все натерно. Кто-то выступает. И диджей фил. Нормально. Нормальный подбор чая. Сейчас есть. Астинься. Блин, я забыл номер. Забыл номер, который мы сказали. Отлично. Надеюсь. Ладно, сейчас определим. Не тот. Ну, все-таки мы поговорим. Не работает. Вот она моя царская ложа. Уютненько. Приятненько. Наши сходи перекусить. Немножко отдохнуть. На дороге. Ну и там дальше разберемся. Да. Короче, мы трапезничаем тут. И нам принесли в бульоне. Пельмешки. И надо. Короче, судите меня строго. Если вы весь этот вот как-то все состоит. Контура общалась. Полево, полево. Все отлично. Так, все, полево прошло. А запах такой, как сказать, пошел горячую траву, наверное, очень хорошо. Как в банке. Как в банке. Отлично. Все теперь. Вот теперь другое дело. Вообще красота. Короче, сидим уже тут. Час тридцать. Из-за пельменей и трех этих соляночек. А главное, что солянка стоит дороже, чем суп в дорогой гостинице в Москве. Четыреста и триста пятьдесят. Нормально, темно? Вот они живут. Вот где деньги-то все крутятся. У Новокузнецка. Даже не в Новокузнецке, а в области. Да. Все надо. Нормально. О, несут что-то. Глаждались мы. Юля идет. Юля, привет. Ну что, друзья, вот она проза в диджейской жизни. Да и не только диджейской. И, собственно, наверное, любого артиста. В 6.45 я вылетел из Москвы. Ну и, по сути, только в 8 вечера я добрался до Новокузнецка. Ну, мог перекусить, мог не перекусить. В общем, сейчас 22.22, и я вот только сейчас в первый раз помылся. И у меня есть час, примерно, на подготовку. Просто я к тому, что многие думают, что вот, диджей, классная такая история, жизнь такая суперская. Суперская? Классная, согласен. Но бывают вот такие достаточно долгие перелеты, переезды. Причем это происходит достаточно часто, если не сказать, что практически каждый раз. Ну что, мы продолжаем готовиться дальше к выступлению в... Вот так вот находишься в городе Забайшка, как он называется. В Новокузнецке мы находимся. И еще одна вещь, которую нужно обязательно сделать, это глажка рубашки. Часто, когда приезжаешь вечером в отель, в отеле уже не могут тебе погладить рубашку. Поэтому сам, сам, соответственно, это делаешь. В принципе, на этом какой-то трудности нет. Только мне нужна вторая рука, чтобы гладить. Так что, ну да, глажка рубашки. Хорошая такая практика. Потому что я думаю, что не все мужики гладят рубашки себе. А я вот глажу. Мышку отзадите или потом? Потом. Ну как, вышло? Да. Мышка. Да. Продолжение следует... 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 Здесь вкусные смуси делают. Большие вкусные смуси. Ну, все, последние минуты в Домодедове. Интересная тема, конечно. Когда всегда все расстраиваются в очередь. Все все равно попадут, естественно, в самолет. В автобусах, которые идут, все равно надо поставить почетку. Это отличная штука. Без провода и наушники. Я раньше не пользовался. Подарили. Спасибо. Очень круто. И самое, наверное, классное в них, это то, что они целиком закрывают раковину. И никакие другие звуки не проходят. И так, как это спортивные наушники, то они, соответственно, очень хорошо держатся. Но, как-нибудь покажу видео, нужно мотать головой, трястись, и они вообще никуда не вылетают. Это очень круто. Ну, и слушаю сейчас акустический альбом Buff and Beyond. Такое утреннее расслабление небольшое. Жалко, что они сменили Ричарда Бэтфорда. Покалиста Алексея Веркаса, я не знаю почему. Ну, вот так бывает. Работали, 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 обзорбация. Все. Победили. Постарался бы дедом, чтобы сейчас не проспать. Ну что, вот я и в Питере. Прилетел. Сейчас все-таки поеду, посплю. Сложно все-таки, когда летаешь и спишь очень немного. И выступаешь еще, прыгаешь там два часа. В общем, мне кажется, уикенд получился очень хорошим. И сенсейшн прошел хорошо. И поездка в Новокузнецк. И все было достаточно интересно. И там, и там. И скоро расскажу вам о других поясах, которые у меня будут. Впереди и Нижний Новгород будет. И будет Alpha Future People. И будет Waterdance фестиваль. И будет Тюмень. А на следующей неделе будет... Сейчас вспомню. Так, 19-го выступаю в Питере вместе с Магнитом и Сладдером. А 20-го отправляюсь в Соликамск. Вот, соответственно, расскажу вам еще и про Соликамск. Если есть желание, чтобы Фил заглянул к вам в город, найдете ссылочку в описании, как заказать, собственно, как у любого другого артиста, радиорекорта. Тоже все есть. В общем, все. Ставьте лайки. Комментируйте. Задавайте вопросы. С удовольствием отвечу. А, и ждите новых выпусков. Впереди много всего интересного. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok